МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 24-й день месяца Нового Дорода. Семь тысяч пятьсот двадцатьчетвертого лета осмится по одному из древних календарей, а по-современному, вернее сказать так, по одному из современных, 25 ноября 2015 года среда. Джоре. Фантастика с иным мировосприятием. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный сведущий Хиневич Александр Юрьевич. Здравия тебе, Александр! Здравия всем! Давненько мы не встречались, как говорится, в эфире. Давненько я не брал в руки шашки. Вот и случилась такая оказия, что мы можем поговорить наконец-то голосом. Много поступило у нас вопросов. Некоторые из них мы обобщили. Некоторые будем зачитывать, как они есть, поскольку там более-менее уникальная какая-то тематика просматривается. Ну, в общем, как пойдет, так и пойдет. Нашим друзьям-слушателям, как всегда, напоминаю, что вы можете не только слушать, но и участвовать в эфире, задавая вопросы в чате. slavomir.org – это наш сайт. Дальше ищите слово «чат», нажимаете, регистрируйтесь, если еще не зарегистрировано латиницей. И потом уже, главное, чтобы не забыть свой логин и пароль, потом уже становитесь полноценным чатлайнером. Можете общаться между собой, с друзьями и задавать вопросы. Ну, наверное, давай с самого простого начнем, который самый-самый распространенный. Почему у тебя появилась такая вот идея написать книгу? Причем не абы какую, а фантастическую. С чего бы это вдруг? Ну, тут как бы не вдруг. Я и раньше к этому литературному жанру имел отношение. То есть в 70-е, 80-е годы у меня были такие небольшие фантастические рассказы. А в последнее время из-за определенных событий я очень много времени читал книги других авторов. И вот заметил, что в жанре фантастики очень много было рассказов о так называемом галактическом содружестве. И в нем часто мелькало упоминание о древней расе Джаре, о мире Джаре, о империи Джаре. Но я заметил, что вот упоминание нашей Земли, ну, буквально почти во всех рассказах, ей отводилась роль дикой планеты. Ну, ее, естественно, населяли дикари. Но у этих дикарей почему-то индекс интеллекта выше, чем у представителей галактического содружества, чуть не в двое, а то и в трое. И вот задумавшись над этим, то есть вспомнив и наши славянские сказания, предания и предания других народов мира о появлении жизни. То есть я просто решил написать книгу, чтобы показать, откуда идут истоки, кто для кого является потомком. То есть согласно, допустим, наших славянских преданий, наши древние предки еще до прибытия на Землю создали много видов и рас разумных. И я вот это все решил объединить в одно и показать, что наша космогония гораздо выше и обширнее, чем это принято считать в настоящее время. То есть вот как бы суть вот в этом заключалась. То есть наши пращуры не такие темные, как там это рисуют разные историки современные? Ну, естественно. Поэтому уже мы в курсе многие, что есть такая поговорка. Если Дарвин произошел от обезьяны, то это его личная проблема. Ну, в общем, да. Да. А славянские предания и скандинавские, и индусские, и там, и многих других народов, они говорят о том, что Земля была населена извне. Ну, я не хотел охватывать так называемые глобальные временные периоды. И поэтому книга как бы начинается с периода 13 тысяч лет до нашего времени. Давай мы до этого сейчас дойдем, до 13 тысяч лет. Но задам тебе вопрос, который, как мы говорили, сублимирован из множества других вопросов. Откуда взялось слово джаре? Что оно означает? На одном из древних славянских наречий языков джаре означало потомки. То есть, если кому интересно, могут посмотреть славянские словари других народов и найдут там упоминания. То есть, допустим, тот же представитель Хорватии. Хорват Джаре Джордж. То есть, в семье очень долго не было ребенка. И когда ребенок родился, его назвали джаре, то есть, потомок. То есть, в этом нет ничего удивительного, да, что он является продолжителем данного рода. Ведь у нас, когда родители очень долго хотят девочку, да, а у них рождаются мальчики, а потом, наконец, родилась девочка, ее называют дждана. Это же никого не удивляет. Или, допустим, хотели мальчика, а родилась случайная девочка. И получилось не дждана. То есть, для славян вот такие понятия, они как бы близки. Поэтому сейчас многие слова же старые забылись. Поэтому и приходится использовать их, чтобы донести смысл. Ну, вот примерно так. Так, еще один вопрос, который в самом начале надо озвучить. Он пришел от Виталия. Автор книги Джарей Хинеевич Александр Юрьевич. Случайно не тот, кого мы называем древнерусским и древнеславянским именем Калаврат или глава древнерусской церкви Патерди Александр или не тот или этот человек, кто преподает или преподавал в Асгарском духовном училище. Вот так вот. Ну, тот самый. Так, ответили. Не будем дальше уходить в сторону, поскольку у нас тема не этому посвящена. И тогда еще один, сразу прям горяченький от Виталия вопрос. Александр Юрьевич, то есть вы в данной книге хотели написать, откуда растут корни? Нет, я в данной книге не хотел написать, откуда растут корни. Я в данной книге хотел, чтобы те, кто будет ее читать, задумался, откуда их род берет свои корни. То есть не давать, вот как сейчас говорят, а дайте нам рецепт и готовое содержимое на блюдечке. Нет, чтобы каждый задумывался. То есть есть древние предания в разных народах мира. У них есть общая тема. И каждый, кто задумывается о своем прошлом, он должен сам искать и находить то, что относится к его роду. Ну, примерно вот так. Понятно. Давай посмотрим, какие еще вопросы поступали до эфира из объединенных. Ну, вот тоже вопрос, который, наверное, сейчас встречается. Ярославна, почему вместо имени отчество употребляется? Ярославна. Ну, во-первых, это просто незнание нашей культуры. Ну, может, это связано с воздействием так называемого имперского воспитания, а потом уже советского воспитания. В старые времена было два имени. Ярослава и Ярославна. Многие почему-то думают, что Ярославна – это отчество. На самом деле это не так. Ярославна – это имя. И если Ярослава – это та, кто Ярилу солнца славит, то Ярославна – это та, кто славит Яру весну. А относительно отчества, сын, допустим, Ярослава, в прошлом отчество у него было Ярославич, а у девочки, дочки Ярослава, было Ярославишна. Но это уже многие забыли, что раньше отчество именно так обозначалось. Вот Лютобор пишет в чате «Плач Ярославны и слово полку Игореве». То есть как раз вот здесь подтверждение, что это не отчество, а это имя. Так, дальше, опять же, горяченькое выдергиваю из чата. Виталий продолжает. А цель тогда книги какая? Цель любой книги – заставить человека думать над тем, как он живет, для чего живет, что было в прошлом. Ибо не зная прошлого, как можно построить свое будущее. Вполне закономерный ответ, поскольку, да, будущее может и построить, но только будет ли оно твое. Будут строить другие люди, естественно, под себя. А ты там будешь присутствовать, но в каком только ракурсе, в каком, каким ты будешь там игроком, кто-то там, какой персонаж, это уже будет зависеть от них, а не от тебя. Так что надо знать свое прошлое, согласен. Давай дальше по объединенным вопросам. Почему детеныши-рыси называете кутятами? Ну, я понял вопрос. Согласно современных языков Ожегова, ну, словарей Ожегова и Ушакова, там написано, котенок – это щенок, собаки и волка. То есть для современного мира это как бы понятное значение, я имею в виду вот русскоязычного. Но в старые времена слово кутенок, кутята, писалось не через букву У, оно писалось через букву Оук. И кутенок означал любого вообще новорожденного. Коутенок. Это было связано с тем, что новорожденный, он кутался в шерсти матери, прятался. И отсюда уже пошли такие понятия, как у людей, мать закутывает своего ребенка, то есть чтобы дать ему тепло. Но в животном мире кутенок, он еще и прятался. И одновременно отсюда и появилось как закуток скрытое место. И даже в словаре, будем говорить, старых поговорок Никитского была такая поговорка. Родился кутенок, подросток стал медвежонок. То есть если исследовать словарям, исказителям нашего родного русского языка Ожигова и Ушакова, а они оба из семей христианских священнослужителей, то есть и воспитывались в этой среде. То есть они многие славянские буквы уже не знали, поэтому они давали свое толкование, более упрощенное. То есть думаю, ответил. Потому что любого новорожденного называли кутенком. Любого малыша новорожденного. Кутали ведь не только в шерсти родителей, но еще и есть такое укутать. Да, да. То есть, допустим, или брали сушеный виноград и закутывали его в зернах. И на тризне, на поминках выставляли на стол, и это называлось кутья. То есть как бы ягода, закутанная в крупах. В общем, все, что кутали, можно было так или иначе... Да, да. Но писалось это через букву ОУК, я имею в виду, раньше. До удаления буквицы из нашей фазбуки. Так, хорошо. Давай дальше смотреть. Вот тоже распространенный, наверное, распространенный вопрос. Очень много старых славянских слов. Неужели нельзя осовременить для более простого восприятия современного человека? А то звучит какое-то маркобесие. Ну, если родной язык стал мракобесием и удобно говорить на англоязычном сленге, ну, это как бы на любителя. Тут никто никому не навязывает. Я же сказал, чтобы создать нормальное будущее, надо знать свое прошлое. А как без слов, которые это определяют, можно познать, что происходило в прошлом. Ведь у нас же перед этим был вопрос относительно имени Ярославна. То есть сейчас для многих Ярославна это как отчество. Хотя это было имя. Но у меня одна из внучек Ярославна. То есть не Ярослава, а именно Ярослава. То есть так и здесь. Я понимаю, что вот за годы советской власти очень много старых слов выведены из употребления, а вместо них иностранные слова видены. Ну, те, кто жил в советские времена, наверное, помнят. Почти на всех пятиэтажках были большими буквами лозунги «Вперед к победе коммунизма». А что такое коммунизм? Коммунизм от французского слова «ля комюн» «община, общественный строй». То есть мы уже жили в общественном строе, то есть мы жили при коммунизме. А у нас заменяют наши родные слова иностранными терминами, которые еще претерпевают изменения в обиходе. Но об этом достаточно подробно рассказывает Михаил Николаевич Задорн. Да? То есть такое слово, как «океюшки». Многие говорят «окей-океюшки». Хотя та же фраза «окей» откуда появилась? Когда на Британском острове была революция и к власти пришел Оливер Кромвель, он и подписывал свои указы, чтобы долго не писать, двумя буквами. подтверждающие там приказ, указ. Оливер Кромвель, «окей, все». А сейчас это уже как просто подтверждение. Так и здесь. Вот эти вот старые славянские слова, они же где вышли из обиходов? Как правило, в больших мегаполисах, в Москве, в Ленинграде, в других городах. А в глубинке они же все в основном остались в просторечии в обиходе. Поэтому говорить, что это какое-то мракобесие, но это просто не уважать свою культуру, свою родную жизнь. Начитались истории какой-то придуманной и теперь по этой истории пытаемся жить. А у нас получается все как всегда, по черному рыбну, в конечном итоге. Ладно, оставим в покое тех, кто писал этот вопрос. Кому-то хочется в это верить, кому-то в другое, кто-то живет так, кто-то иначе. Мы только говорим о том, что сами для себя обнаружили, что-то нашли. Здесь есть уточнение, Василий Васильевич написал, что слово «кутать» от слова «кут», то есть «женский угол». Так это уже потом появилось. Ведь почему «женским углом» называли? Потому что женщина, как правило, рожала в том угле. Ведь дом строили же с учетом того, что самая лучшая, ну, где положительная энергетика в доме отделялась женщине, потому что ей потом в этом месте рожать. А не наоборот. Понятно. Ну, а где она рожала, там, в принципе, она и кутала своих детей. Что, в принципе, все логично. Хорошо. Так, дальше. Вот интересный вопрос. Зачем в книге употребляете ругательные слова? Что за нецензурная ругань у вас в книге? Во-первых, в книге вообще нет нецензурной ругани. В книге используются старые русские слова. Это сейчас им придали негативный смысл. Хотя, если у кого есть желание, могут зайти в любой книжный магазин, и купить старославянские слова. И там они найдут все эти слова. То есть, допустим, в книге есть слово хер, да? Буквы береза растут хером. То есть, хер это буква х славянской азбуки. То есть, поэтому и в обиходе говорили, что вот, или, как говорят христиане, в виде Андреевского креста. Поэтому это не ругательное, это обиходное, или блядские дела. Согласно того же старославянскому языку, словарю, который переиздается, блядь, это болтун, пустомель, а пустой человек. Сейчас ему придали значение от слова блуд. Но раньше он означал, слово означало никчемность, пустое. Блядские дела, то есть, пустые, ненужные дела. То есть, допустим, когда там это выражение «блядские дела» идет к описанию оказания помощи в частной медицинской клинике, когда узнав, что у поступивших больных очень много денег, им начинали придумывать различные несуществующие диагнозы, и потом дорогостоящими лекарствами их якобы лечить. То есть, никому не нужно занятие. Поэтому оно и названо блудским делом. Здесь никакой ругани нет. Это просто человек, который так думает, он просто не знает своего родного языка. Понятно. Продолжая тему названия, вот еще был такой вопрос. А почему появилось такое чудное для современных название Джаре? А почему нельзя было назвать просто потомки или потомок? Потомок, потомки. Здесь же мы говорим не только о потомках, живущих на земле. В данном цикле «Путь к истокам» говорится о потомках, которые жили и во вселенной. поэтому слово потомок мы можем отнести к определенной группе людей. Я имею в виду потомок рода, потомок народа. Но это маленькая группа. А понятие Джаре, оно как бы охватывает гораздо большую сферу восприятия. Хорошо. Так, надо уточнить следующий вопрос. Вот Станислав Иванович, это собирательный персонаж или был какой-то прототип четкий на кого-то и опирался, когда писал книгу? Здесь было несколько прототипов, то есть реально существующих людей, но их уже как бы нету в нашем мире. Так же, как и Иван Демидович, за основу разговора как раз и взят действительно та моторика, те способы выражения, те, которые были именно у этих людей, которые говорили не это, а генто, которые различали они и они, ведь в таком русском языке он это единственное число для мужчины, они множественное число для мужчин, она единственное число форма для женщины, и когда много женщин говорили о не, а когда мужчины и женщины говорили о не, поэтому характеры каких-то людей, они взяты именно из реальной жизни. И теперь мы переходим к тому, с чего ты начал, что начинается повествование с 13 тысяч лет назад. Почему такая дата? Это привязано к какому-то событию, которое реально происходило на Земле? Или так просто автору захотелось, 13 цифр нравится, а тысяч лет так добавлю, чтобы была какая-то интрижка? Согласно того же славянского календаря, 13 тысяч лет у нас наступил назад ледниковый период. Этому предшествовала, как ученые говорят, какая-то космическая катастрофа. И как раз предисловие от нее начинается именно с этих событий, что на Землю был пущен планетарный корабль-разведчик, а в космосе шла война между внешниками и представителями третьей и четвертой планеты нашей Солнечной системы. И в момент, когда в предгорьях опускался вот этот корабль-разведчик космический, была разрушена одна из лун, и ее завалило обломками данной луны. То есть и начались что? Землетрясения, извержения вулканов, атмосферу затянуло, и на Земле наступил так называемый ледниковый период. То есть эти события как бы и в славянских преданиях описаны, и в преданиях других народов мира, но здесь взято за основу со всех преданий, и с этого начинается кремль. То есть отталкивается от событий, которые четко где-то у нас прописаны, которые можно как-то просветить. которые в мифах, легендах, преданиях не только славян, но и других народов мира. Они описаны. Так, еще тогда возникает вопрос, опять же, я вот читаю из того, что здесь собирали мы до эфира, почему в интернете нет легенд, которые встречаются в книге? Вот если мы говорим про легенды, предания, почему в книге есть, а в интернете не можно найти? Потому что интернет там есть только то, что туда кем-то было выложено. Если это туда никто не выкладывал, там оно его и не может быть. Ведь чтобы что-то появилось в интернете, туда нужно это разместить. А если никто не размещал? Тем более не забывайте, что во времена советской власти, начиная с 1929-1929 года, многие старые легенды, предания, литература, книги, они же все изымались под видом национализации и отправлялись в госхран. А с госхранов никто ничего в интернет не выкладывает. Я, допустим, помню, что примерно лет 8-10 назад, когда я в одном из эфиров рассказывал о книге Карышева «Основы истинной науки, сущность жизни», что там еще в 19-м веке описывалось, что есть жизнь на Венере, на Земле, на Марсе, на Юпитере, турни «Урань и урань и Нептуни». Мне все говорили, что я эту книжку просто придумал. Такой книжки никогда не было и быть не может. Прошло несколько лет, и человек в архивах, по-моему, Эрмитажа, он перерывал, нашел не только эту третью книгу, но и первые две. Он их отсканировал и выложил на рутреки. То есть получается, что я проник в прошлое, под псевдонимом написал три книжки и поместил их в архив Эрмитажа, что ли. Поэтому в интернете только то, что там разместили, а то, что не размещали, этого там и быть не может. Ну, такие моменты, когда что-то где-то собирали в одном месте, а потом почему-то что-то сгорало, водой там заливалось или еще что-то, их достаточно большое количество. Сколько библиотек сгорело? Вот недавно в Москве сгорело, очередное хранилище сгорело. Ну, ничего страшного, народ как-то так поухал, поахал. Ну, когда настрелил. Но при этом не знают, что именно сгорело. И, может, там находились такие книги, которые никто никогда не сканировал и в интернет не выкладывал. И они теперь недоступны вообще для всех. О том и речь, да, о том и речь, что как-то странно загорелось такое серьезное сооружение, закрытое, каменное, бетонное. странно не загорается. Как правило, если мы вспомним даже постсоветские и последние советские времена, когда библиотеки и книгохранилища сгорали, из-за чего происходило? То есть старая литература изымалась, продавалась на Западе на аукционах, а потом случился пожар, и по видам пожара списали все на огонь. Ну, и в древности тоже производилась, я имею в виду ту, которую можно следить. Петр I также любил книжечки старые собирать, коллекционировать, но с тех пор мало кто эти книги потом видел. Ну, самое грандиозное событие для уничтожения прошлого, это все изучали еще в школе, когда сгорела Александрийская библиотека, была полностью уничтожена. Понятно. Ну что, давай к первой музыкальной паузе потихонечку будем переходить. Хорошо. Не могу себе отказать в удовольствии поставить песню, которая очень четко, наверное, соотносится с тем, что недавно произошло рядом с Турцией. Песня так и будет называться «Как казаки турок били» в исполнении кубанского казачьего хора. «Ай уж вы, турки, ротазей, где шел с нами воевать, ваша тетка агличанка не успела помощь дать. Прянется над трубой по всей о том, где танцкой, как казаки турки били не щадят своих проловой, как казаки турки били не щадят своих проловой. Ай уж вы, турки, ротазей, где шел с нами воевать, ноги тонкие кривые не за зайцем и гонять грязь». Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. 24-й день месяца новых даров 7524-го лета створения мира в звездном храме Асмица по одному из древних наших календарей, а по одному из современных 25 ноября 2015 года среда. Джареф «Фантастика с иным мировосприятием». Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Хиневич Александр Юрьевич, главный соведущий. Итак, был еще такой вопрос, который очень, наверное, часто должен тебе встречаться. Вереслава. Что означает это имя? Почему не Вереслава? Вереслава. Во-первых, опять же, это два разных имени. Вереслава, это Вересославище, а Вереслава, так, кто осень, пору Верескослави, то есть у нас же был месяц Вереси, и те, кто рождался в этот месяц, девочки, Вереси, их называли Вереслава. Тем более, у меня в книге как раз подчеркивается, что она осенница, то есть родилась осенью. И теперь переходим уже к индивидуальным вопросам. Федор Усманов. Длинный, достаточно вопрос, так что наберите терпение. Здравствуйте, добрые люди. Вопрос в студии Александра Юрьевича. С большим интересом прочел обнаруженный в интернете главы из книги Джаре. Хочу выразить благодарность за проделанный труд. Теперь сам вопрос. В предисловии вы указали, что книга основана на древних источниках информации, которым не один десяток тысяч лет. Насколько я понял, это знание староверов. Что это за информация? О каком виде, в каких носителях она изложена? Почему ни в одной библиотеке невозможно найти подлинников сантий, харати, дощечек и тому подобных носителей? В интернете как-то встречал статью, в которой было сказано, что никаких древних славянских рун нет. Все это так называемая рун выдумка издателей славян арийских вед. Просто придумали шрифт в виде руники, заменили этим непонятным символом обычные современные буквы русского алфавита, чтобы дурачить людей. Я очень интересуюсь русской древностью, читаю разную литературу разных авторов, и мне было бы очень неприятно, если окажется, что многое из того, что уже издано, окажется или чьей-то фантазии на тему старины, или обычной подделкой. В частности, этот вопрос касается славян-арийских вед. С наилучшим пожеланием, здоровья и творческих успехов, Федор Усманов. Здесь несколько вопросов, давай разберем, может быть, по очереди. Ну, хорошо, наверное, начнем с того, что человек прочитал несколько глав в интернете. На самом издате там выложен черновик книги Джаре, первой книги из серии «Путь к себе». Кто-то уже даже попробовал электронные книжки сделать, там получилось где-то у одних 518, у других 528 страниц. А книга, которая у нас скоро выходит в издательстве, она имеет 600 страниц, то есть она более расширенная и дополненная. Это первая. Как я уже написал в аннотации книги, там не только знания старовера, там знания древние предания, которые у всех народов неравны, а не только у старовера. То есть на это надо обращать внимание. Кроме того, что относительно в каком виде информации, я считаю, что для читателя это не суть важна, на каком виде носителя она изложена, потому что человек все равно не в состоянии прочитать первоисточник. Ну, я имею в виду обычный читатель. Ну, допустим, ему принесут первоисточник, да, блок, на который клинописью написано, допустим, сказание о потопе. Он что, сможет его прочитать, увидев? Ведь там может быть не сказание о потопе, а что-то другое. Поэтому надо сам смысл информации, да, вот, в древнее предание вникать, а не на то, на каком носителе она сохранилась. Теперь относительно библиотек. Во-первых, многие наверное не в курсе, что Российская империя, я сейчас не говорю о Советском Союзе, Российская империя, она в основном как бы изначально была до Урала, а за Уралом находилась Великая Тартария, то есть совершенно другое государство. Поэтому это в библиотеках одного государства находились одни источники, в библиотеках другого государства находились другие источники. Поэтому искать в библиотеках одно, то, что хранится, в запасниках другое, ну это как бы неправильно. Это все равно, что искать древние славянские сказания и предания библиотеки, допустим, Аргентины, то есть в ее запасниках. Там их просто нет. Кроме того, вы не забывайте, Российская империя была христианским государством. Поэтому библиотеки, которые создавались в ней, в них сохранялись в основном христианские предания. Об этом еще Ломоносов говорил, что вот вазами свозится, а потом все первые источники куда-то исчезают и потом не могут найти. То же самое можно сказать и о приходе власти большевиков. Когда они пришли, то же самое начинали изыматься. Источники, которые касались старой, древней и древней истории государства российского, а также все славянские предания, которые описывали периоды до крещения Руси. Многие, наверное, не помнят, что в советские времена даже был такой учебник. История СССР с древнейших времен до 1868 года. То есть само название как бы абсурдно, потому что СССР появился 30 декабря 1922 года, как может быть древнейшая история СССР. А над этим как бы многие не задумываются. Но надо не на название, не на источник носитель смотреть, а на смысл, который содержится в том или ином предании и прочее. То есть я прекрасно помню, как многие заявляли, что никаких Санти никогда не было и быть их не может, пока их не обнаружили в запасниках Румынии, в библиотеках, в музеях и прочее. То есть нашлись, некоторые были золотые, а некоторые уже переделанные, но с них были сделаны свинцовые оттиски, так называемые Санти Даком. Поэтому в наших советских библиотеках вы такого никогда не найдете. Если они есть, то в спецхоранах спецслужб, только там, а туда, извините, простого читателя и обывателя никто не пустит. Дальше, так называемые заказные статьи, что никогда славянских рун не было, что Велесовой книги не было. Однако, когда приезжаешь куда-то в глухую деревню, на севере России, там на скалах, на камнях надписи «руникой». Енисейские столпы тоже были использованы и расписаны руниками. Кто-то из ученых их даже назвал «сибирскими» рунами, выдвигалась теория, что это пришли скандинавы, то есть пленные шведские офицеры, которые их обнаружили, и они исписали скалы своими руническими надписями. Но, когда начали проверять, там оказалось, что скандинавы-то использовали «футарк» 24 руны, а там 38-рунная запись. Поэтому уже начали придумывать, говорить, что это тюркские руны, хотя у тюрков вообще никакой письменности не было, я имею в виду рунической. А потом, когда вышли славяно-арийские веды, начали уже придумывать теории, что это вот компьютерный шрифт, придумали, чтобы придать значимость ведам. Дело не в шрифте. Любой шрифт делается с оригинала, то есть с написанного текста. Поэтому на этих людей, которые говорят, что выдумка, даже не стоит обращать внимания. Они воспринимают руны как буквы. Кто-то воспринимает руны как слоги. И то, и другое неправильно. Потому что не в нашем, в других языках европейских везде. Руна или рунен означает тайный образ. То есть каждая руна это не буква, не слог, это целое понятие, образное понятие. И тем более, ну, сами подумайте, современный русский язык 30 букв, да? Ну, не считая там твердых мягких знаков и буквы Йо. А в ведах там 256 рун, которые опубликованы. Тогда получается, у нас должно быть 256 букв современного русского языка. А на самом деле это не так. Я даже сталкивался с таким, что люди просто брали и подставляли русские буквы к рунам. Ну, типа, а вот мы научились читать. А когда им говоришь, а почему у вас руна цель превратилась в Че, ответа не было. Руна добро превратилась в Бу тоже. Хотя добро и У это два разных понятия. Поэтому смысл вот как относиться, многие спрашивают, к древним писаниям, преданиям и прочим. Я всегда говорю, пропускайте через свое сердце. Находит отклик в сердце, волнует, значит, в этом есть в предании какой-то смысл. И неважно, какую реакцию она вызывает, положительную, то есть приятие или отрицательную, то есть отторжение, неприятие. Значит, в ней заложен ключ, который вызывает эмоциональное состояние человека. Значит, это предание действительно верное. Так, идем дальше. Древней, русской древности, читая разную литературу о разных авторах, что чьи-то фантазии. Во-первых, что такое фантазия? Фантазия это концентрированный образ. То есть образ складывается из определенных знаний. Многие говорят, человек может нафантазировать все, что угодно. Я говорю, чтобы нафантазировать, придумать все, что угодно, надо иметь образ этого. А если вы не имеете данного образа, вы ничего себе представить не можете. Человек начинает упираться, говорит, что он может представить все, что угодно. И я ему тогда говорю, хорошо, представьте образ, пойди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. И все, и человек повисает. Он не может создать образ, чтобы понять, что это такое. И какое бы прекрасное воображение у человека фантазийность ни было, у него ничего не получится. Потому что образ выходит за пределы понимания того, что есть. То есть в современном обиходе. То есть я вроде бы на все ответил. Хорошо. Если какие-то еще вопросы уточняющие будут у вас по рунике, то пожалуйста можете дописывать и мы постараемся как-то ответить. Ну вот Виталий сразу написал вопрос. А как переводить образы и тайные образы? Что есть переводить руны? Ведь рунический текст очень трудно понять. Во-первых, рунический текст очень трудно понять. Для этого надо знать правила чтения. Ну простой такой пример. Вот человек допустим выучил буквы арабского языка и перед ним положили цветок с арабским текстом. И он не сможет его прочесть потому что по привычке он начнет читать слева направо как вот мы читаем. А арабы пишут наоборот справа налево и у него даже слов не получится составить. Поэтому чтобы изучать руны надо знать как они складываются как соединяются образы а это на это может уйти вся жизнь. Хорошо. Так теперь наверное самый-самый на сегодняшний момент я смотрю по чату больной можно сказать вопрос который поступил ранее к нам по почте как мы предлагали через форум обратной связи. И сейчас я смотрю много здесь откликов как раз связанных с этим Евгений написал зачем вы рекламируете в своей книге культурное питье алкоголизм и чревоугодие вредными продуктами магазинной колбасой бутербродами с горячим покупным чаем блинчиками с мясом и прочим ведь именно это приводит к преждевременному старению организма а не мифическое излучение пришельцев ну давай сначала начнем с алкоголя зачем ты рекламируешь во-первых я ничего не рекламирую есть как говорится такая русская поговорка когда кто-то чего-то не знает он это сам выдумает во-первых никакого культурного питья в книге не рекламируется наоборот показывается что главные герои Станислав Иванович и Иван Демидович они вообще люди не пьющие а Иван Демидович вообще не грамма в своей жизни спиртного не выпил хотя и дожил там до 91 года в общем наш человек да то есть он вообще не пьет дальше никакого черевоугодия нет то что люди питаются нормальной пищей описание поели борща который приготовлен в русской печке да и томился в чугунке внутри разве это есть черевоугодие дальше вот о вредных продуктах я понимаю многие сравнивают сразу же понятие колбаса с магазиной колбасой да которую иногда называют туалетная бумага с красителями но получается что Евгений невнимательно читал черновик который выложен книги а там написано что этими продуктами этими продуктами рассчитали за лечение два очень крутых бизнесмена и что вы думаете они будут с магазинов вот эту генно-модифицированную колбасу есть нет для таких людей существуют специальные маленькие предприятия которые изготавливают из экологически чистых натуральных продуктов ту же колбасу сыры и прочее и она не поступает в магазины она поступает напрямую с заказчиком ее развозят по домам то же самое про покупной чай у меня вообще ни слова не было человек пил чай но он пил хороший индийский чай это раз а дальше уже он пьет что чай на основе лесных трав с элементами ягод и прочее то есть никакого вредного продукта нет здесь экологически чистая то же самое касается и блинчиков с мясом одно дело купить полуфабрикат в супермаркете и другое дело мясо выращенное как говорится фермерами я веду нормальными фермерами у которых денег на химию и стимуляторы нету оно приготовлено самими же фарш да сами сделали закваску муку сделали блины и приготовили это совершенно другое блюдо нежели продают в столовых и в магазинах поэтому когда у нас же как в русском языке есть поговорка да кто тебе не сделает вреда с кем ты ел кашу с одного котелка с кем трапезничал за одним столом поэтому чтобы навести какое-то какое-то взаимоотношение между персонажами идет описание трапез но при этом главный герой Станислав Иванович он военный да есть описание что он использует грузинские вина которые поставлялись напрямую с места производства то есть это не в гастрономии куплено а производители то есть высоким начальником военным и когда они выезжали там на отдых на пикники оставшиеся бутылки у него остались машины то есть там тоже чистый продукт и он этот продукт использует не для того чтобы напиться а для того чтобы угостить представителей другого народа а для чего потому что он знает что алкоголь снимает ступор и человек становится более разговорчивым то есть он это использует для получения дополнительной информации то есть а в разведке такое применяется постоянно то есть поэтому никакой рекламы никакой рекламы алкоголя тут нет насчет того что употребление мяса приводит к преждевременному старению организма я бы не сказал взять тех же кавказских долгожителей они живут высоко в горах бананов там яблок фруктов у них почти нет и они питаются мясом и живут по 140 150 лет ну за 100 там сплошь и рядом поэтому говорить что употребление мяса приводит к преждевременному старению организма но это чья-то выдумка ее не стоит повторять да но здесь встречается так что все-таки это немножко другой генотип есть ли чукчи которые употребляют свой вид продуктов а есть кавказцы которые употребляют свой вид продуктов вот именно взять тех же чукчи да те питаются мясом и рыбой да и они едят не только вареную они едят даже сырую струганину но если вы накормите рисом или просадом чукчи он может умереть потому что его организм не способен переваривать такую пищу там банани и прочее поэтому всегда наши предки говорили человека питает не то что он ест а то что усваивается его организм ну давай не будем здесь говорить наверное вернее навязывать какие-то свои гастрономические притязания потому что я много лет без мяса хожусь мне хорошо а кто-то без мяса вообще не может жить я вот без мяса жить не могу поэтому это выбор каждого я знаю допустим очень много людей которые мясо не ели вот особенно женщины ну вегетарианки они едят мясо им все хорошо все прекрасно но они вышли замуж забеременели и началось сначала хочу рыбу потом хочу курицу потом хочу мясо то есть вегетарианки вот хочу и все а почему а потому что идет формирование младенца да а для этого надо животный белок поэтому здесь никто не призывает ешьте мясо нет каждый питается именно тем что лучше всего подходит для его организма и то что подходит одному организму не обязательно что именно это подойдет к другому поэтому навязывать мясоедство вегетарианство сыроедение или еще какое-то вообще нельзя то есть каждый должен вот что захотел то и поел согласен с тобой да поэтому надо вот эти все разговоры о том что давайте будем сражаться с сыроедами будем или там бить мясоедов потому что зверушек убивают давайте их в сторону отложим точно так же как надо отложить в сторону то же самое могут сказать мясоеды надо бить вегетарианство потому что мы мясо забиваем да скотину на мясо мы отпускаем душу а они душу у морковки редиски не отпускают да и являются пожирателями душ а мы должны избавиться от противопоставления и конфликтов пусть каждый ест то что он хочет и то что принимает его организм вот и все согласен с тобой точно так же как например сейчас славянский мир очень часто пытаются разорвать некоторые люди структуры силы на какие-то составные кусочки кто-то кричит что славяно-арийские веды подделка кто-то кричит что Велесова книга подделка кто-то кричит там что например родноверы там какие-то нехорошие люди которые не поймут чем занимаются и так далее и тому подобное вы должны понять сейчас такое время когда нас пытаются разъединить и нам необходимо сейчас как-то перестать в эти раз впрягаться и хранить все возможные варианты нашей древности тем более тем более очень много как говорится вот этих распри так называемых славянских форумов разжигают представители различных спецслужб я не говорю только про российские там и иностранных хватает ведь они используют принцип разделяй властвую ведь поймите что такое славянские боги о которых вот он постоянно все говорят это предки какого-то рода но если род из поколения в поколение свое как бы покровительство от Виллиса значит в этом роду Виллиса будут прославлять как главного бога если кто-то считает что его роду покровительствует Перун в этом роду будет Перун главным богом если в каком-то роду там Сварак или Руевит или Лада то есть они будут именно этого бога но вспомним Виллисову книгу боги наши предки наши а мы дети и внуки их то есть о чем это говорит все знают бог создал человека каждого из нас кто создал мама и папа то есть для меня мой отец бог творец а моя мама богородица для каждого человека так же и что мы будем сидеть спорить чей папа лучше но это же абсурдно для каждого человека его отец будет самым лучшим потому что он дал ему жизнь вот и все согласен с тобой поэтому давайте вот эти все еще раз говорю распи убирать и будем просто пытаться друг с другом как-то находить общий язык потому что когда нас разводят вспоминает ситуацию с той притчей про веничек который разобрали и по очереди каждый прутик сломали сейчас мы приходим к музыкальной паузе очередной и заключение опять же по мясоедству там вегетарианство то же самое заканчивайте вот изучили тему например поняли что ваш ребенок родится здоров если будете вегетарианкой пожалуйста кушайте вегетарианское если вы считаете что надо придерживаться своей местной диеты пожалуйста придерживайтесь просто тему изучайте точно так же как с прививками точно так же как с таблетками с другими делами ведическое мировоззрение отличается от других тем что вы не воспринимаете на веру что он кто-то сказал а это проверяете через осознанность свою через ощущение своей через генетику свою вот тогда вы можете называть себя ведическим ведическим человеком живущим в ведической культуре а не просто так мне сказали про это и я в это вцепился вот давайте как-то на этом остановимся и перейдем к музыкальной повозе даже есть шутка такая Машенька ты будешь орицу нет не буду а почему я вегетарианка а колбасу буду так ты же вегетарианка так я же начинающий понятно ну вот на этой положительной ноте давайте пройдемся музыкальную паузу Вы слушаете Народное Славянское Радио Это Наши Наследия Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио 24-й день месяца Новых Даров 7500 24-го лета створения мира в Звездном Храме Асмица по одному из древних календарей а по одному из современных 25 ноября 2015 года среда Джуре фантастика с иным мировосприятием такова тема сегодняшнего эфира главный соведущий Хеневич Александр Юрьевич продолжаем отвечать на вопросы наших радиослушателей напоминаю что очень много вопросов которые не совсем в тему поэтому если мы даже из них что-то возьмем из этих вопросов то они будут не совсем полными поэтому вот прежде чем написать думайте как вы сформулируете вопрос чтобы все-таки он был связан с книгой Джаре а не просто так хочу задать вопрос и так далее три вопросы которые сразу поступили во время нашей передачи когда касались алкоголя вот Людмила написала Маг с ним и еще другие по поводу алкоголя например отче осталось непонятно зачем в книге описано употребление алкоголя и описание его вкусовых качеств дальше следующий зачем нужно было пропагандировать в книге пьянства да прошу уточнить про алкоголь и так далее то есть все-таки остались недовольны твоим ответом и я дозволь от себя нужно сказать сегодня такая ситуация с алкоголем что он везде где только можно и нельзя и народ уже на него реагирует даже упоминание в какой-то серьезной книге как это именно пропаганда может быть тебе как-то на будущее остерегаться таких моментов и как-то в сторону уже выходить и не описывать эти моменты нет в том-то и дело что я не согласен вообще с таким подходом что тут какая-то реклама во-вторых в книге специально описывается приятный нежный мягкий вкус вина специально объясню почему что вот человеку дают попробовать алкоголь он чувствует вот этот аромат вкус да его тянет к этому но при этом он становится что подневольным его закабаляют через употребление алкоголя то есть здесь не реклама алкоголя а показано к чему может привести употребление алкоголя то есть надо и об этом думать ведь не зря же предки говорили сказка ложь да в ней намет кто познает тем урок то есть тот кто воспринимает что здесь реклама алкоголя значит они невнимательно читали книгу а поверхностно пробежали по строчке не вдумывая смысл того что заложено в книге а там как раз и заложено что вот этим мягким нежным вкусом привечают то есть приманивают к себе чтобы люди стали алкоголезависимы а сами главные герои они не употребляют есть упоминание что вот была в молодости работала на скорой но там чтобы согреться ей дали выпить спирт то есть но там показывают что это констатация что спирт был принят как лекарство вот и все а никакой пропаганды алкоголя нет наоборот показано что заманивание идет как раз вот этими удобными привязками ароматом вкусом и прочее чтобы человека утянуть а потом же что все расслаблены и говорят даже то что нельзя говорить вот это все так ну что возвращаемся к нашей книге о каких старинных падежах вы пишете зачем нам нужны эти анахронизмы вот такой тоже был вопрос давай еще разок про эти 16 падежей поговорим почему нельзя было обойтись теми падежами которые в школе все изучали ну во-первых как бы это сказать чтобы никого не обидеть пользоваться обрезанным языком с обрезанными падежами но это как бы неправильно наш язык более велик более многогранен а современные падежи они как бы не укладываются у меня допустим во время вычетки книги постоянно были споры с корректором то есть некоторые там моменты она пыталась в предложение перевести из родительного падежа в датель ну допустим у меня написано согласно приказу капитана она нет надо согласно приказу капитана то есть в датель с современной точки зрения ее понять можно но приказ кто родил капитан ему не дали приказ извне чтобы он его озвучил так же и согласно законов мира Джаре эти законы родились в мире Джаре и их исполняют они даны законы извне чтобы они их исполняли вот разница между родительным и дательным падежом а есть же еще направительные да указательные местные звательные падежи которые сейчас не используются направительные он указывает перемещение объекта или субъекта из одной точки пространства в другую сейчас это не используется потому что людей ограничили то есть многие даже извините из города в деревню не могут выехать потому что у них на это денег нет или почему эти падежи убрали большевики вы наверное помните что колхозников держали в деревнях у них даже паспортов не было они без разрешения исправки сельсовета не могли покинуть колхоз поэтому чтобы это было как бы в обиходе многие падежи убрали а язык то имел изначально эти падежи поэтому они мною и используются в тех правилах которые были в старом русском языке то есть еще до советского надеюсь я ответил хорошо давай дальше Виталий прислал вопрос до эфира всем здравствуйте и так далее дальше перечисляется вопрос который мы уже частично ответили так что я их прочту но ты можешь не отвечать можешь просто уточнить какова причина написания этой книги какова цель данной книги то есть почему чему учит данная книга это мы уже ответили вы описали современную жизнь книги Джаре или жизнь в далеком будущем в книге Джаре или может быть жизнь в далеком прошлом в книге Джаре оправда ли то что в данной книге пропагандируется алкоголь или вы решили этим ходом показать современности для какого возраста написана книга Джаре для молодежи или для тех кто старше благодарю за ответы на эти вопросы они наверное будут интересны не только мне но и нашим уважаемым радиослушательств с уважением Виталий ну начну я наверное с концовки давай книги пишутся не под какую-то отдельную категорию они пишутся для всех поэтому я знаю и читают и пожилые люди и молодые и среднего возраста то есть любого поэтому говорит что для какого возраста да для всех дальше причина написания я уже о причине говорил что одна из причин что почему я решил написать не только эту книгу а вообще цикл книг на эту тему и Джаре первая из них это то что мне не понравилось что нашу матушку землю выставляет дикой планету а все население дикими как говорится неразумными туру земцами а цель ну цель я уже обозначил чтобы каждый задумался кто он откуда его род предки и не только на земля куда уходит дальше и так далее то есть чему учат книгу но в первую очередь как говорится думать над тем что ты делаешь о чем ты думаешь и прочее у нас же как всех людей заставляют думать только об одном о деньгах но помимо денег в жизни столько необычного ну вот взять хотя бы 15 ну 2 недели назад в небе над Омском светился громадный объект с воронкообразной формой и заполнили ее тут то есть что это а многие люди даже и не знают что вы уже забыли когда звезды последний раз на небе видели а книга и говорит подумайте о том вот вы живете да а что бы было если бы вам дана была возможность то есть я же пишу в том ключе чтобы там образы присутствовать и вот многие в своих комментариях к черновику они пишут что когда они читают перед ними встает картинка прочитанного то есть не просто текст а они видят как картинку вот и представьте что вам предоставилась возможность полететь куда-то в далекий космос где такие миры другие цивилизации разные формы жизни как вы бы там находили контакт с теми разумными воевали бы с ними дружили бы с ними обменивались или прочее то есть вот надо задуматься что мы живем здесь не для того чтобы с 8 до 5 зарабатывать бумажки а потом половину отдать за кварплату остальную на налоги и продукты и этим вся жизнь закончила нет жизнь гораздо обширнее так дальше вы описали современную жизнь ну да то есть там как бы начинается 13 тысяч лет назад а потом люди уже которые внимательно читали они выяснили что события в последующих главах они относятся к 2011 году то есть один написал вот я прав что 2011 потому что я посмотрел циклы лунных затмений вернее этих новолуний полнолуний и только в 2011 году 15 июня и 15 июля были дни полной луны то есть человек просто задумался и выяснил то есть он не просто прочитал а легкое чтиво ну для кого-то это может быть просто легкое чтиво одно из кому-то понравилось что в книгах которые я пишу вообще нет ни слова о политике ну я уже много раз говорил что я вообще стараюсь не касаться политики и никаким образом к ней не прикасаться так дальше что было показано далекое прошлое или далекое будущее мира Джаре во первых тут однозначно не скажешь было это прошлое или будущее мира Джаре потому что те кто внимательно читает везде были пространства на временные воронки и временные аномалии поэтому когда наши герои путешествуют они могли попасть как в прошлое относительно земли так и в будущее относительно земли ну вот как бы с этими вопросами все понятно все остальное мы уже в начале оговорили дальше следующий вопрос Расич добро здоровья Александр Юрьевич как я понял из повествования рассказа Джаре мы сейчас живем в запретном мире хочется более подробно пояснения первое в чем заключается запрет второе для кого и для чего мир запретен третье когда будет снят сей запрет рассказы имеют у меня огромный отклик в душе в первую очередь своей жизнеутверждающей созидательной основой все благое достижимо в нашем белом свете желаю всех благ и сил для творчества оно нужно людям ну давай по очереди теперь по вопросам пройдемся ну во первых действительно идет описание что наша земля и наша солнечная система и близлежащая находится в так называемом запретном мире те кто уже ознакомлен будем говорить с 24 с лишними главами второй книги знают что книги рассказываются о том что изначальные древние которые создали различные галактические расы дали им возможность развиваться удалились на покой и огородили свой мир запретив него появляться вот так называемым новым расам молодым чтобы они сами ну не мучили там за советом как бы дальше развивались сами и они закрыли этот мир и как бы повествуется что те кто живет на земле они как раз и являются потомками тех самых древних древних которые переселились на землю и те кто первый в этот мир пришел они запретили более молодым расам вторгаться в этот мир но мы видим что вторжение было не от тех рас которые были созданы в нашей галактике древней а были от так называемых внешников то есть те кто из других галактик пребывал но при этом не знал о запрете ну вот вроде бы как о запретах а дальше более подробная информация это все в последующих книгах то есть если вот раз еще интересно пускай начинает читать черновик второй книги возвращение на риу там он тоже об этом найдет очень много уже выложенного материала александр надо сказать когда первая книга уже выходит ну здесь все зависит от типографии книга сдана в типографии так что ждем обещали они в конце ноября книгу ну сейчас там сказали что какая-то задержка то ли из-за бумаги ну это не мои как бы проблемы сказали что будет где-то в начале уже декабря ну вот так вот и держится конец ноября начало декабря то есть а книгу можно многие уже сейчас заказывают на сайте сдательства родович то есть родович.рф если заходят туда да я сейчас расскажу у нас просто есть закладочка друзья вот если на сайте на нашем находитесь обратная связь плеера баннеры друзья получать новости вот друзья нажимайте там есть сайт родович и дальше можно там сейчас сделать предзаказ книги причем правильно сказал Александр что это именно издательство родовича поэтому у них напрямую можно книгу приобрести она будет в том виде как издается и что самое еще тоже на мой взгляд немаловажное по той цене которая не спекулятивная то есть без каких-то дополнительных накруток здесь сразу смотрю одним глазом в чат который наш чат на сайте другой глаз у меня смотрит в чат который вот здесь в нашей передаче а третий глаз смотрит программу которая нас транслирует то есть трехглазая получаюсь здесь значит коллаброд написала здравие может не по материалу данного эфира но давно желаю спросить Александра Юрьевича первую заповедь лады уважаемый коллаброд мы сегодня не рассматриваем вопросы связанные с заповедем с какими-то другими нашими древностями мы сегодня рассматриваем только то что связано с книгой джаре если в джаре присутствует какая-то заповедь то пожалуйста тогда ты можешь задать вопрос по заповеди присутствующей в книге тогда мы на него ответим потому что это уже выходит за рамки нашего эфира а это может быть чревато по некоторым вопросам для тех кто участвует в эфире так вот мягенько намекнул на то что не нужно сейчас задавать вопросы которые не касаются книги дальше Владимир Александр Юрьевич я еще не успел прочесть вашу книгу у меня вот такой вопрос посоветуйте с багажом каких знаний нужно начинать чтение вашего произведения чтобы можно было извлечь максимальную пользу на какой круг читателей ориентируется данное произведение насчет последнего я уже ответил на самый широкий круг читателей никакого багажа может и не быть для непонятных терминов в книге присутствует словарь термин для непонятных старых слов и выражений присутствуют слова старых слов и выражений то есть это в конце книги так что человек даже не подготовлен а если кто-то хочет более подробную информацию ну наберите в интернете содружество по мирам Еве или вот игра Еве онлайн там как раз вот описывается содружество я никогда в эту игру не играл но там как раз есть упоминания о мирах которые у меня скользко описываются или допустим прочитать книгу Хорта Шахтер тоже есть на самом издате или иммигрант земли инженер земли Муравьева то есть ну авторов множество многие говорят а вот на приблизительно похожую тематику есть что почитать я говорю на моей страничке на самом издате в самом низу написано ну какие книжки можно прочитать на схожую тематику и вот туда заходите топ-30 да и там произведения которые так или иначе перекликаются в данной теме то есть можно прочитать и еще тогда наверное можно сказать что достаточно широко известно это ты сейчас не включаешься голосом это я от себя говорю есть такое упоминание славянные риски и веды вот можете поискать 30 октября 2015 года правда они были признаны судьей экстремистскими но до 30 ноября еще есть возможность их посмотреть и почитать а вот уже с 30 ноября могут быть вопросы и в связи с этим есть в интернете challenge.org где группа инициативных товарищей наших друзей набирает подписи под петицией просим содействия в исследовании славянно-ирских видов и исключение их из стремительских материалов так что вы можете принять участие в этой петиции подпись свою оставить там уже около 10 тысяч человек подписались но этого пока еще маловато поэтому если у вас есть желание подключиться то подключайтесь это еще раз говорю это моя инициатива в эфире это озвучил так что Александр Юрьевич сидит спокойненько в стороне и ничего по этому вопросу не произносит следующий Владимир К Александр Юрьевич благодарим вас за очень интересный проект или цикл книг путь к истокам образность и старорусские языковые обороты способствуют открытию русской славянской генетической памяти как вы думаете зачем цивилизация Жере понадобилось собирать артефакты очень древней цивилизации по всей вселенной вот как интересный вопрос по книге кстати ну там не только по всей вселенной и у нас на земле тоже будем говорить все правительства все ученые ищут древние артефакты относящиеся ну как сейчас принято говорить к цивилизациям которые были до нашей но это естественно что будем говорить тот же Баальбек строили не какие-то рабы так же как и пирамиды рабы Египта не строили то есть цивилизация Жере собирала артефакты чтобы узнать побольше о том что было до них как развивался мир вселенная и так дальше и даже во второй книге упоминается что даже были некоторые леги которые тоже искали артефакты чтобы узнать о причинах изменения в мироздании и когда вот ну это как бы кусочек из второй книги главному герою лет говорит вот я ищу чтобы познать а вы для чего он говорит вы пытаетесь на основе артефактов познать мир а меня больше интересуют знания которые надоумили инженеров создать тот или иной артефакт а это еще большее знание то есть смысловка понятно да а вообще леги кто это такие за существа нашим радиослушателям поясни потому что употребляешь ну леги это многомерные существа 16-мерного мира а падших легах которых греки назвали ангелы а трансформировалось в ангелы да ангелы это падшие леги то есть те кто не захотел жить по законам мироздания и как бы пошли в миры меньшей нервности и прочее а вот как такие высокоразвитые существа где столько измерений могут свободно перемещаться в наше суженное по их понятиям измерение нет это неправильно они не перемещаются в суженное они и так в нем присутствуют ну вот допустим мы находимся как говорится ну как сейчас принято в трехмерном четырехмерном пространстве да с учетом времени но когда мы смотримся в зеркало зеркало для нас же это плоскость это же двухмерное которое нам создает псевдо трехмерный или грубо говоря любой человек смотрит телевизор да если это старый телевизор там тот кислой люминофора на экране телевизора сейчас там ЖК плазма это не важно даже 3D телевизор но когда человек смотрит он не задумывается что перед ним создается псевдо трехмерность многие же как углубляются а при помощи очков 3D то есть еще больше трехмерность возникает хотя изображение это где на плоском экране но создает что трехмерную видимость иллюзию да иллюзию трехмерной видимости так и наши глаза воспринимая все создают вот эту иллюзию трехмерной видимости поэтому но эти же все равно 3 или 4 измерения они же все равно входят в те 16 они существуют отдельно от них поэтому находясь в одном мы можем быть и в другом тоже измерении теперь можно представить что 16 измерениями все не ограничивается у богов там тысячами миллионами измеряются измерения представляете какие возможности там это мы говорим с точки зрения фантазии а с точки зрения древности есть какие-то упоминания о том что боги могут появляться в этом мире хотя давай мы коснемся этого вопроса уже после музыкальной паузы все-таки хорошо Народная Славянская Радио Пора просыпаться Продолжаем разговор Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио 24-й день месяца Новых Даров 7524-го лета Створения Мира Звездном Храме Асьмица по одному из древних календарей а по одному из современных 25 ноября 2015 года среда Джереф фантастика с иным мировосприятием такова тема сегодняшнего эфира главный соведущий Хеневец Александр Юрьевич это тот кто написал эту самую книгу и мы сегодня говорим именно про то что касаемо этой книги а не просто так вот уходим где-то в сторону отвечаем на все сопутствующие вопросы на которые Александр Юрьевич может ответить закончили мы на том вопросе что существует не только 16 измерений но существует еще множество измерений которые измеряются тысячами миллионами измерения богов разного уровня и вот здесь как можно наверное какие можно привести примеры когда боги вот из таких высоких и больших и разных измерений вдруг проявлялись на земле как они могли проявляться с точки зрения фантастики и с точки зрения того что где-то упоминается в древних писаниях здесь все очень просто допустим те же предания описанные в священных писаниях разных народов они как раз и повествуют о том что прибывали представители разных галактических культур разных рас и видов к нам на землю и многие это называли ну как прибыли боги и даже когда прибывали более многомерные люди в результате из-за того что у них земное зрение они видели только то что могли увидеть то есть более многомерные структуры они как бы не видели поэтому они воспринимали прибывших там допустим человек но вокруг него сияние то есть другие измерения они просто как бы ну не в состоянии были воспринимать вот и все хорошо ну вот она для чего наверное варианты рассмотреть какие существуют есть прибытие самого так называемого бога да в нашем понимании в нашем понимании у славян же говорится что богов множество и у каждого было говорить народов на земле были свои боги свои боги у каждых родов и народов были свои это потом уже начались как говорится появляться учения которые говорили про единобожие но те кто вот читает дальше то есть не только первую книгу а вторую там описывается что допустим представители богов которые пребывали на земле они пребывали только с одной целью то есть здесь в этом запретном мире живут потомки тех кто с ними общался на равных но им надо пройти определенный путь развития и они приходили и давали им знания по различным наукам и прочее для развития но при этом никто не заявлял что он является творцом и создателем какого-либо народа то есть просто пришли подсказали и ушли вот и все ответили на вопросы и дошли дальше и своим делами заниматься да и каждый занимает своими делами боги своими люди своими где можно узнать виталий за этот вопрос где можно узнать о 16 падежах древнерусского языка ну опять же о падежах древнерусского языка ну если нету в интернете ну прогуляйтесь до библиотеки учебники я веду где отделы древних книг и рукописей там наверняка должны быть учебники которые существовали в российской империи если там прочтите если не найдете тогда пишите в издательство Радовича и тогда будет выздана маленькая брошюрка о падежах в частности Аркуинон вопрос как в прошлом называлось поле часов которое ныне называется циферблатом вопрос не по теме поэтому ты можешь не отвечать так дальше Иван Иванович вопрос не нашел в рассказе детальных внешних описаний кораблей как внешне они выглядят тарелки или как современные самолеты ни то и ни другое в последующих книгах у меня будет описание кораблей ну потому что мне уже многие в комментариях книгам пишут а почему вы не указываете ТХ ну тактика технические характеристики кораблей то есть я считал что это не главное для меня главное взаимоотношение между людьми между представителями разных видов и цивилизаций то есть именно общение даже общение с искусственным интеллектом то есть так называемыми эскинами оно более помогает раскрыть тему чем описание просто каких-то характеристик корабля или как он выглядит надеюсь ответил в дальнейших книгах я планирую что там все равно будет описание кораблей потому что во второй книге там описаны и сфероидные корабли в виде сферы которые есть средние есть малые есть большие вот во второй книге один из кораблей приближался к земле да из земли его воспринимали а корабль имел название Нибиру даже так да ну более подробно кто хочет узнать пускай читают первую книгу и продолжение возвращения на РИУ там это опишено тем кто не в чате сообщаю вы упускаете возможность пообщаться и кое-что узнать поэтому входите в чат и не только слушайте но еще и общайтесь вот здесь такая интересная переписка идет возможно пойти в магазин и приобрести первую книгу славяно-ерийских вет приобрел домик лиги на Новом Арбате вполне легально но это пока еще не вступило в силу постановления суда она легально будет продаваться а потом а потом нужно будет входить на сайт и набирать голоса в подписку для того чтобы она легально могла и в дальнейшем продаваться так дальше это пропускаем про пятую книгу только в Киеве так-так-так-так так в электронном виде давай еще посмотрим какие вопросы нам поступали Леонид здравия калаврат к тебе даже так обращается здравия тогда переделаем здравия Александр Юрьевич скажи какие причины побуждают людей занимающихся возрождением славянских традиций прибегать к художественному жанру фэнтези желание охватить максимальную аудиторию или это способ избежать неправомерных преследований со стороны закона ну интересно ну интересно ну во первых я не знаю чем занимаются люди которые как вот сказано занимаются возрождением славянских традиций мы просто живем в этой культуре и традиции а жанр полете на луну корабли летают на луну вот вам и жанр фантастики а почему именно к такому жанру да потому что здесь же образами можно показать как можно разбиваться это раз а во вторых данный жанр единственный который не попадает по 282 статью то есть многомерно скажем так да но те люди которые не живут традициях а только интересуются для них как раз это будет возрождением это для тебя может быть жизнь как жизнь она и в Африке жизнь для тебя своя жизнь а вот люди которые столкнулись из зомбирования вышли и говорят елы-палы вот интересно как тут все оказывается у вас а есть одно правило есть одно правило живи по собственности вот и все и все вернешься дальше косад прошу все-таки писать по-русски если у вас латиница написана прошу расшифровывать свое имя чтобы не было каких-то разнотолков и вариантов прочтения вопрос Хиневичу как я понял из ваших рассказов самая сильная генетика во вселенной находится за нашей планете земля эта информация также расслеживается в славяно-арийских видах есть ли доля истины в этом действительно ли генетика белой расы на нашей планете самая сильная во вселенной а вот тут пожалуйста выбирай очень осторожно слова и как-то давай ответим косаду ну во первых я нигде не говорил что на земле самая сильная генетика во вселенной откуда такой вывод не знаю генетически более мощных чем на земле можно сказать культур цивилизации миров множество это раз то что сказано что у некоторых потомков которые живут на земле славян хорошая чистая генетика об этом еще во время второй мировой войны заявляли немецкие офицеры когда к ним поступали эшелоны ну с теми же девушками да где там от 16 до 30 лет 90 процентов были девственницы да и какой мощный у них был генофонд кроме того если вспомнить наши лихие 90-е у нас покищали людей черные эти трансплантологи да чтобы продать на органы на запад наши органы подходили все наши группы крови да славянские подходили всем но нам их подходили то есть если бы у нас была плохая генетика они бы среди славян не собирали кровь и органы поэтому вот вам ответ по генетике относительно дальше генетика белой расы да нет никакой белой расы есть просто раса раса уже означает белый белая раса это как масло масляно то есть никакой расы нет а само слово раса помимо того что белый чистый означало еще роды асов страны асов все это как аббревиатура то есть надо просто нормально пользоваться нашим родным языком не использовать то что нам привнесли из дни когда я слышу выражение черная раса мне всегда хочется спросить а что есть где-то человек зебра покажите мне человека зебра потому что звучит черный и белый наверное в подтверждение твоих слов надо привести единственное как говорится белый негр которого мы знаем это был Майкл Джексон помните наверное была такая шутка переделанная стихи Пушкина цвет мой зеркальца скажи да всю правду доложи кто из негров всех милее всех румянее и белее Майкл Джексон спору нет мол зеркальца в ответ то есть понятие есть раса оно существует издревле ей обозначали просто белых людей просто рас то есть на земле были виды людей были белокожие люди желтокожие чернокожие краснокожие это виды людей это не раса виды и подвиды поэтому говорить что какой-то там у какой-то мощная генетика у какой-то нет здесь об этом вообще говорить нельзя у каждого вида живущего на земле своя энергетика и своя генетика я уже раньше даже рассказывал что допустим первая группа крови славянина и первая группа крови китайца они самые мощные но они не взаимозаменяемые то есть нашу можно влить китайцу ему станет лучше но его первую группу к нам нельзя влить потому что будет хуже потому что они разные по энергосоставу по энергетике поэтому говорить что вот у кого-то там генетика лучше хуже это вообще неправильный подход у каждого своя генетика давай в подтверждение твоих слов приведем такое высказание табула раса чтобы многие не думали о том что это твоя выдумка очередная про расу латинское выражение табула раса означает белый чистый лист белая чистая доска поэтому выражение табула раса означало как бы начать с нуля с чистоты то есть и означало оно как изначальное чистое но у нас же все чистые мысли чистые полумусные да то есть это все одно из табула красит то есть вот оно здесь никакого расизма и прочее там придуманного и наверное еще надо отметить что никогда славяне против кого-то не восставали никогда против кого-то загоров не устраивали потому что никогда ни на кого не нападали да потому что ведическое мировоззрение подразумевает следующее если на земле это присутствует для чего-то здесь оно нужно и поэтому признавать какой-то народ второстепенным или ненужным здесь это никакого не было и это абсурд и вот относительно того что мы говорили чуть раньше да относительно алкоголя то есть зачем о нем писать да от того что проблему замалчивать и не говорить эта проблема не исчезнет потому что все телевизионные каналы для молодежи они как раз и пропагандируют что вот это лучше как говорится напитки это элитные напитки и прочее что у них там шикарный вкус вот поэтому в книге говорится что вот это вот замануха которой не нужно следовать а то что мы будем что-то замалчивать и делать вид что этого не существует проблема же от этого не исчезнет понятно просто надо подавать так чтобы было четко видна та преамбула или то что вкладывается внутри не просто мы говорим о вкусе а мы говорим что через это как ты правильно объяснил через это какую-то водичку дают выпил ой как хорошо стало замечательно потом уже от сладенького переходит к горькому а потом уже не важно что пить главное чтобы оно с ног косило что водка что пулемет я хотел бы просто мысль закончить просто иногда слышно вот там славяна арии выдуманы они все другие народы хотят под себя подмять они другие считают за недочеловеков а вообще это бред силой кобылы это специально я уже вначале сказал что это используют принцип разделяй и властвуй вот раньше был один народ да славянский а его взяли поделили русские украинцы белорусы поляки там славянцы словаки чехии хорваты сербы и прочее да но это был один народ я не удивлюсь если через 200 лет так называемые учителя истории будут говорить вот существовала страна со странным названием СССР и там и там жили два народа ленинцы и сталинцы и они каждый делился на две части потому что есть упоминание о верных ленинцах значит где-то были неверные ленинцы а сталинцы делились на верных сталинцев и на врагов народа и все это будет согласно вот этой хронике записанной еще вопросы продолжают поступать в наш эфир я сейчас все-таки наверное перейду на музыкальную паузу в заключение скажу что когда вам кто-то говорит о том что русские славяне очень превозносят себя над другими народами это на мой взгляд обман которым вас пытаются ввести в заблуждение для того чтобы остроить опять же людей между собой благодаря тому что славяне приходили на территории где жили народы там образовывалась так называемая славянская культура то есть строились школы строились больницы строились дороги водопровод и так далее когда же славяне уходили туда приходили иные народы тогда все это разрушалось поэтому если бы здесь можно добавить насчет агрессивности славян вот то что сейчас прозвучало простой пример наши предки пришли в Индию дали им веды появилась великая индийская цивилизация наши дали веды обучили их и ушли наши пришли в Китай дали знания появилась великая китайская цивилизация наши обучили ушли развивайтесь как хотите то же самое происходило и в других местах даже вот взять 20 век чем занимались предки нынешних казахов они выращивали великолепных лошадей и пасли втада баранов да вот всем чем занимался народ который раньше назвали РГЗ Кайсаки но к ним пришли русские построили им школы заводы космодром и спустя каких-то 70 лет все они развелись а русские что построили и опять ушли то есть развивайтесь сами и теперь на предприятиях которые были им построены казахские директора инженеры на космодроме ихние же военные и прочее то есть получается скачок из средневековья где просто выращивали лошадей и аторо-овец превратился в космическую эту державу у которой свой космодром и прочее а прошло каких-то 80 лет ну русские опять пришли научили и ушли то же самое касалось и других народов ну и о какой агрессивности тут можно идти речь или о захватничестве цель была только просвещение вот и все да я просто еще коснулся заповеди о том что некоторые в заповедях славян читают какое-то преднамеренное давление на другие народы или уничижение народов там например не берите там того-то или не делайте вот этого это относится к нам а не к тому народу про который там кто-то что-то придумывает и не более того так что здесь еще можно добавить что чтобы понимать старые заповеди надо думать так как думали наши предки а не так как об этом думают сейчас ну простой вот пример да заповедь есть не берите жен с черной кожей и вы оскорените дом свой и свой рот загубите а берите жен с кожей белую вы свой рот продолжите и свой дом прославите да в современной трактовке тут же начинают придумывать заповеди расизма фашизма нацизма и прочего прочего хотя надо просто открыть хотя бы словарь великого живого русского языка который составил Владимир Иванович Даль и в нем напишено черная кожа то есть это подразумевает что люди черной кожи у них либо черная оспа черная холера черная проказа или черная немощь или как бы мы сказали современным языком люди с тяжелыми кожными заболеваниями вот и все а те кто не знает они придумывают всякие расовые теории хотя в тех же ведах да негроидные народы названы люди из кожи цвета мрака видите как незнание основ русского языка порождают ну различные выдумки о чем я ей говорил незнающие не знает так придумают ну в общем да слово мрак отличается от черного ну хорошо давай все-таки перейдем к музыкальной паузе и дальше продолжим разбирать тему народное славянское радио проснись и слушай продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио 24 день месяца нового дару 7524 лет отстворения мира звездным храме асьмится по одному из древних календарей а по современному 25 ноября 2015 года среда джаре фантастика с иным мировосприятием такова тема сегодняшнего эфира главный ведущий писатель автор этой книги Хеневич Александр Юрьевич ну что ж продолжаем разбирать вопросы которые к нам поступали и следующий вопрос от святогора Александр Юрьевич у меня подрастают два богатыря я очень хочу чтобы они обучились у тебя есть ли возможность или в планах школы для подрастающих джаре живу в северо-западном регионе но готов приехать в Сибирь а также помогать с организацией такой школы ну я бы тут сказал что в первую очередь в первую очередь воспитание богатырей своих должны заниматься сами родители не перекладывая это на других как оно было испокон веков в каждом славянском роду потому что только вы можете передать своим детям традиции своего рода и никто более думаю что я ответил какой бы человек и не был хороший там знающий но обучением детей должны заниматься их родители их деды прадеды потому что если вы не будете заниматься своим родителям их воспитают не так как нужно вашему роду а разве нет такого понимания как школа ну при деревне общине или что-то еще нет нет но это было когда давались общие знания а чисто родовые в первую очередь это давались в каждом роду то есть сначала получи знания своего рода а потом а потом уже знания которые касаются всех родов хорошо так здесь поступают вопросы которые к эфиру напрямую не относятся ну например Андрей Власов я читаю этот вопрос он существует но отвечать на него в эфире который не посвящен славяно-арейским ведом мы наверное здесь не возьмемся потому что вот все что связано с книгой если там упоминание это есть то мы будем о ней говорить если это к какой-то другой литературе относится то в этом случае говорить о нем мы в этом эфире не будем поймите нас правильно не обижайтесь Андрей С конечно в интернете все не может быть например повезло у букинистов приобрести двутомник русских народных сказок 1988 года Москва-современник так этот специальный сборник включает именно необработанные цензуры сказки как надиктовали древние деревенские бабушки да дедушки так их и напечатали вот там встречаются некоторые словосочетания иные нецензурные но это скорее всего реплика это не вопрос ну тут можно сказать что нецензурные да которые запрещают цензура то есть а у нас согласно конституции цензура запрещена но ее до сих пор используют а то что вот бабушки и дедушки надиктовывают некоторые сказы и прочее там очень много слов которые у нас вышли из употребления и поэтому такие сказки потом сидит целый не будем говорить кабинет людей переделывает как они говорят на доступный современный лад так опять здесь про спиртное у нас возникает но видимо люди подошли только сейчас и не слышали начало послушайте в записи там ответы уже были даны и насколько помню два раза мы уже возвращались к этой теме третий раз уже возвращаться смысла нет там все объяснено даже три раза мы уже возвращались четвертый раз уже возвращаться смысла нет так вопросы идут опять же не совсем по теме друзья мои не можем мы сейчас темы некоторые поднимать в эфире но просто поверьте не можем по определенным событиям так дальше это мы ответили Вадим Кормаков здравия Александр Юрьевич почему выбраны именно это семейство кошачьих и вообще почему кошки ну во первых во всех древнеславянских преданиях в первую очередь упоминается что кошки всегда были сославян поэтому даже многие народы да та же парды те же рысичи расичи не просто так появились потому что у них как говорится символом было то или иное семейство кошачьих кроме того наблюдая за семейством кошачьих понимаешь что это не просто вот животина бегает чтобы там просто мышку и взаимоотношения поведение и прочее говорит что иногда смотря на это семейство кошачьих замечаешь что они ведут себя более культурным чем некоторые люди ну и плюс ко всему я сам кошатник у меня вот 16 котов и кошек по комнате ходят которые помогают мне в трудную минуту поэтому кошки Денис этот вопрос в книге главный герой легко общается с животными случайно ли его помощник выбрана именно рысь радка не только радка то есть во первых сначала если внимательно Денис прочитал первую книгу в начале рысь еще маленьким котенком спасла Береслава и она же с ней общалась а потом уже ее сестра Ярославна общалась а уже после главный герой начал общаться когда получил мемо образы языка общения а дальше там будет еще будет и тари будет и арта то есть разные представители семейства кошачьих которые тоже система общения то есть это определенный вид животных которые с человеком нет неправильно подходит это определенный вид живых разумных которых по глупости считают животным иногда глядя на то как живут живет семейство кошачьих их животными очень трудно назвать потому что они поступают абсолютно логично и правильно ну простой пример животное оно будет как просто вот как корова будет стоять пока ее не накормят не напоят если есть возможность она пойдет из лужи попьет коровка или там травку на лугу пощиплет на природе там свое поведение ну простой пример я допустим сижу ко мне подходит кот лапой по руке постучал и подходит показывает что у него чашка пустая что налей воды это что я этому не обучал то есть кот или кошка показал пусто налей пожалуйста воды наливаешь воды то же самое корм они бегут все за мной они все бегут в одно место где их кормят и сидят ждут при этом заметил вот даешь корм да ну допустим мясо курицы в первую очередь коты сидят ждут пока поедят кошки и котята а потом уже начинают есть сами то есть когда много кошек каждый старается себе ухватить а тут нет взрослые коты сидят и ждут пока их будем говорить самки да и котята наедятся вот он подход а это же у них передается из поколения в поколение хорошо Иван Иванович пишет с кошками ясно а пауки ну а никто не задумывался чем занимаются пауки ведь где мы чаще всего встречаем пауков мы чаще всего встречаем паутину в лесу а в лесу она для чего иногда для того чтобы вредителей собрать всяких жучков там мух и прочее переносчиков гадости то есть и они сохраняют иногда когда на дерево нападает куча гусениц через некоторое время мы видим что что пауки затянули все дерево паутиной и пожирают этих гусениц то есть они как бы хотят спасти дерево то есть поэтому с арахнидами там не все однозначно макс ним знакомы ли вы с парадигмой Николая Левашова если да то использовали в книге его исторические сейчас дочитаю исторические научные наработки знают откровения как небольшой пример используя слов и понимания пси-поля и пси-воздействия а в сахах комментариях к ним не используют данный термин я не знаком вообще ни с Николаем Левашовым не знаком ни с его трудами не знаком поэтому ничего относительно его деятельности я сказать не могу просто слышал что есть такой человек и все а чем он занимается я не знаю но уже он умер ну тем более но я просто говорю что я не знаком ни с трудами ни с человеком поэтому о чем он там говорил или писал или какие у него там были научные наработки я не в курсе понятно хорошо следующий вопрос Елена большая благодарность за книгу ощущение что в книге заложен огромный пласт знаний как говорится между строк какая-то энергетическая наполненность это не вопрос это реплика благодарственная ну так оно и есть ведь при внимательном чтении да я раньше об этом говорил при внимательном чтении срабатывают так называемые ключи знаний и человек уже не просто текст читает а эти ключи открывает в нем внутри человека знания и он видит перед собой картинку поэтому когда человек увлеченно читает книгу он уже видит перед собой не книгу а как бы кино хорошо следующий вопрос Андрей Власов здравствуйте Александр Юрьевич ответ на твой вопрос по источникам послушал давно возник вопрос то есть фото Санти Даков из Румынии есть фото Санти из Италии тоже есть а вот фотографии Санти славяно-арейских нет Александр Юрьевич можно попросить сделать с оригиналов славяно-арейских вет одну-две фотографии это примерно тот же вопрос а не сделаете ли вы нам оригинал копии вернее фотографии с оригиналов например там Корана или Ветхого Завета ну эта тема уже много раз как говорится обговаривалась и объяснялась что никто первоисточники не фотографирует потому что по фотографиям просто они находятся изымаются и все и потом не будет никаких оригиналов только и все мы с тобой уже говорили о том что как только какие-то оригиналы показываются то они недоброжелателем очень быстро почему-то уничтожаются или пожары происходят или вдруг украли ни с того ни с сего или спецархивах спрятали чтобы никому не было да поэтому вот зачем вот надо просто понимать для чего вы это хотите вы хотите чтобы да это было уже украдено окончательно потеряно или все-таки у хранителей это осталось вот какой смысл сейчас перед всеми показывать эти оригиналы или хотя бы даже фотографии смысл какой для того чтобы потешить свою какую-то гордыню что вот смотрите самолюбие или мы все-таки хотим проверить через свое здравомыслие через ту генетическую память которая у нас есть вот если отзывается здесь это говорит о том что да это отзывается это существует если не отзывается ну значит другой разговор а показывать блистать перед кем-то ну смысл-то есть или нет так дальше Иван Иванович здесь а ну это не забудьте про описание кораблей уже не забыли дальше Людмила Драгунова отче действительно ли есть возможность хоть теоретически избавиться от последствий облучения цираном или это литературный прием я про любую возможность а не про описанную в книге естественно и этим занимаются уже не одну сотню и даже тысячу лет подбирают определенные травки наверное все знают что все ученые мира да я веду медики все стремятся достичь получения так называемой таблетки бессмертия или хотя бы продления жизни так что это не просто литературный прием а там еще объясняется когда при помощи каких травочек да и когда их надо собирать это все в прошлом делали тогда надо пояснить тем кто не в курсе а циран это что такое излучатели на слове кристаллов циранита о них сказано в славяно-арийских видах в этих вида перуна что людей облучали этим цираном и они лишались сознания и воли на близких к этому американцы уже поставили ну создали излучатели и их допустим использовали в интернете полно видео для разгона демонстрантам в Грузии то есть там похожая технология но там подавление сознания воли навеевание чувства страха чтобы люди разбежались кстати вот когда был вопрос про Николая Левашова там как раз он часто поднимал вопросы пси-полио-пси воздействия так далее вот здесь они пересекаются но вопрос мы закрыли уже ответили на него просто как бы воспоминания дальше Людмила Другунова задает вопрос уровень очистки организма вплоть до генов описанный он реален для нас или мы еще не вышли на нужный уровень знаний для этого ну вот здесь я даже не знаю как ответить что значит мы не вышли или вышли на какой-то уровень знаний ведь поймите что где-то один-два человека может выйти на уровень знаний да а миллионы нет допустим все знают что в Советском Союзе Андрей Сахаров изобрел водородную бомбу да но это не значит что каждый советский гражданин может изобрести водородную бомбу но уровень то достижения страны по нему что от страны имеет водородное оружие так и здесь как можно определить кто какого уровня достиг но при этом еще надо не забывать о том что существуют различные корпорации которые не хотят я веду медицинские фармацевтические корпорации которые не хотят чтобы организм человека очистился они его засоряют постоянно для этого достаточно включить телевизор и посмотреть там почти каждые несколько минут идет реклама какого-либо лекарства то есть на все случаи жизни такое ощущение живи трудись чтобы заработать лекарства без лекарства никуда и наверное еще хочу тоже себя отметить мы постоянно почему-то указываем о том что а готовы ли люди а готовы ли человечество а давайте задать вопрос по-другому а готов ли я сам вот в первую очередь давайте задать вопрос себе а готов ли я сам вот если сам готов человек то он вокруг себя и поле сотворяет нужное ему и свою семью делает той которая такой которая нужна обществу и общество меняет так как именно он для этого созрел и правительство становится вдруг такой как должно оно быть а не то которое постоянно ругать начните с себя улучшите себя и изменится мир к лучшему во всех его проявлениях переходим к очередной музыкальной паузе и потом продолжим по теме продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио 24 день месяца новых даров 7524 лет осьмица по одному из древних календарей 25 ноября 2015 года среда одной из современных лет и членей Джаре фантастика с иным мировосприятием такова тема живого нашего эфира Хиневич Александр Юрьевич главный соведущий автор этой фантастической книги продолжаем рассматривать вопросы напоминаю что вопросы вы можете задать в чате народного славянского радио славомир.org это наш сайт дальше ищите слово чат нажимайте на него если зарегистрированы ранее логин и пароль ввели и вы уже в чате если нет потратьте несколько секунд для того чтобы придумать логин и пароль потом главное чтобы их не забыть и вы в дальнейшем сможете под этим логином и паролем входить и переписываться со своими друзьями и задавать вопросы в живые наши эфиры итак следующий вопрос Михаила здравия всем добрым людям большая благодарность за это произведение Александру Юрьевичу добрая подача вопрос в эфир как происходило омоложение организма внешнего и внутреннего героев книги на какую тональность вибрации волны при этом должен был настроен организм учитывая пробуждающуюся родовую память и не снятые не снятые удары излучателей спармса которые были ранее и присутствуют до настоящего момента у действующих героев книги интересует сама процедура по омоложению и приведению организма в естественное состояние и снятие всех внешних блоков и программ с помощью представителей мира Джаре описанных в книге есть ли эти знания конечно можно открывать во-первых никто никогда не будет описывать какие частоты там процедуры и прочее за это за такую информацию просто-напросто убивают то есть здесь же не смысл почему вот как убрали при помощи чего излучения спармса здесь показано что это можно убрать что наши предки вообще я не имею в виду только славян о всех живущих на земле в книге говорится несколько раз попадали под данное излучение в связи с чем все древние писания народов мира говорят что люди жили раньше тысяча миллионов потом срок жизни у них сократился до тысячи потом до нескольких сот и так далее а сами процедуры это никто никогда не будет описывать даже фантастику а ответ простой все жить хотят описали бы да и ладно да а потом это все изымается закрывается любая информация понятно понятно ну что ж давай дальше Александр Тарасов изъявляют ли другие издательства о своем желании издавать художественные книги Александра Хиневича к тебе предложения были какие-то или ты с Радовичем так заключил нет у меня был не только от наших издательств предложений но и от зарубежных но я как бы отказался с ними работать во-первых наши российские издательства но я посчитал что у них там слишком кабальные условия а с западными вообще не хочу связываться во-первых отдай все им права и неизвестно когда ты получишь книгу потому что они там 10% от стоимости проданных книг они могут их вообще не продавать а все права на издательство я должен подарить иностранцам зачем мне это надо за издательство Радович мы работаем уже давно поэтому я выбрал данное издательство хотя были и от других издательств но вне условия контракта не понравились понятно так родная будет ли запись сегодняшнего эфира если так то где искать искать на нашем сайте раздел эфиры будет не будет посмотрим что у нас там запишется техника есть техника мы живые люди так что как только появится так и появится так опять про омоложение существовал так добрый вечер это Ингварь добрый вечер в тему обмоложения героев как это соотносится с нынешней реальностью существовало ли либо подобное у наших предков и может ли быть у нас до сих пор существуют такие практики то прежде чем в своем ум доберешься до правильного образа жизни успеваешь напортить свой организм благодарю ну опять вот все сводится к восточным и к западным понятиям практики что вот там как говорится загадил организм и при помощи практики восстановил у наших предков была только одна практика жизнь они жили гармонично им не нужны были никакие практики вот и все а сейчас пытаются при помощи химии ну так я уже говорил так называемых таблеток долголетия бессмертия очищать организм ну вплоть до того что наверное как его был динамит очищение крови проводил да потом раз и умер ну ведущие программы там по силовым видам спорта по детству тяжести то есть используют химию различные механические а то что надо просто быть в гармонии с природой и природа сама почистит люди почему-то не думают и наверное сейчас стоит отметить что у славян вообще не было такого понятия продолжительной жизни было понятие качества жизни а продолжительность она само собой если ты живешь по совести ладу с природой то она продолжается столько сколько необходимо тебе для того чтобы уроки какие-то понять что-то взять для себя для того чтобы дальше восхождение по золотому пути происходило а современное человечество найдет именно вот удлинить жизнь любыми путями неважно как главное чтобы удлинить жизнь он уже как овощ например там 200 лет живет из них 100 лет на карачках ползает но главное чтобы жить вот это немножечко все-таки отличается от нашего представления да потому что наши предки жили очень долго жили очень долго для того чтобы пройти определенный путь развития и потом они уходили в другие миры и уже там дальше развивались ну простой пример Пифагор да чтобы вывести какие-то формулы он потратил всю свою жизнь мы все что он добился за всю свою жизнь проходим в школе на нескольких уроках тоже касается и других мыслителей прошлого на что у них уходили годы жизни мы изучаем за несколько уроков в школе то есть нам не нужно уже проходить потому что это было кем-то пройдено в прошлом вот и все поэтому скорость жизни как бы у людей увеличивается но при этом все равно надо выполнить свою жизненную программу для этого и даются знания хорошо следующий вопрос СС вопрос по теме книг знаний о ведическом миросприятии вообще не совсем конечно по книге но очень мне кажется важно его надо озвучить и дать на него ответ откуда и почему среди инглингов речь не только об интернете бытует системное фанатично отрицательное отношение к Трихлебову Сидорову и к книгам при этом что среди сторонников обоих вышеуказанных персон ответа негатива нет откуда столько ненависти к людям которых вы не знаете книгам которых вы никогда не читали наблюдая за ситуацией не с дивана создается впечатление что это системная установка стравливаемая кем-то специально с целью создать все больше хаос и неразбериху славянства и самом инглизме в частности может пора наконец навести порядок и договориться кто мы зачем с кем и куда идем во первых я не знаю что такое среда инглингов и не только интернет я никогда никакого худого слова не сказал ни про трехлевого Лешу ни про Сидорова которого я вообще не знаю кто это такой ни про их книги которые я никогда не видел то есть мне вот Леша подарил кощуны и она где-то лежит и я ее даже не читал я про трехлевого говорю вообще ни о ком никогда не говорил ни одного плохого слова я могу сказать одно что на просторах интернета очень полно засланцев спецслужб которые выдают себя за родноверов за староверов инглингов за роднолюбов за родославов за язычников и прочее и они начинают поливать от имени якобы инглингов якобы равноверов другие конфессии там авторов жрецов и прочее прочее то есть когда кто-то несет негатив на 90% это человек работает на спецслужбе потому что славяне никому злобы не питают а если кто-то грязь льет можно сказать на 100% работает на спецслужбу системы вот и все а я никогда не говорил ничего плохого и зазорного о других людях то есть я говорю только о том что я знаю что не знаю я так и говорю я этого не знаю от себя тоже хочу добавить если вдруг я назовусь Наполеоном и буду вещать от имени всех французов на меня вы как посмотрите как на человека достойного или представителя очередного сумасшедшего дома так вот в ведической культуре имеется ввиду что надо познавать все что в этом мире есть и поэтому если существуют какие-то течения среди ведической культуры или среди староверов или кого-то еще это не означает что их надо отвергать их надо изучать тем более что на нашем радио никогда насколько я помню не было какого-либо негатива к перечисленным персонам и вообще каким-то другим персонажам которые присутствуют здесь в нашем мире поэтому вот так вот судить говорить что кто-то со стороны инглингов стал вдруг выступать против Трехлебова или Сидорова кто-то со стороны Трехлебова стал выступать против Сидорова или против инглингов и так далее это разговоры которые ничему хорошему не приводят существуют или специальные засланцы которые специально наводят неприязнь внутри нашего славянского мира либо те глупенькие дурачки которые еще не вылупились конкретно из яйца а просто один глазок открыли и через крылупу увидели какой-то свет и считают что они познали истину этого мира в последней инстанции так вот никогда не равняйте всех людей потому что написано на заборе у кого-то мало ли кто что написал можно тут добавить вот как раз про забор на заборе написано миру мир за забором находится военная часть готовая уничтожить этот мир ядерными боеголовками кроме того хотелось бы вот ответить еще так термин инглинги ввели работники ФСБ России никогда ни один старовер не скажет что он инглинг все говорят мы просто староверы а когда встречаются представители разных направлений староверов идет уточнение а вы какие староверы они говорят мы староверы ингляне или староверы инглинги а другие говорят а мы староверы природники или староверы огнищане или староверы урмании а понятие инглинги или цельков инглингов создано в недрах ФСБ ну хорошо что заборы сами не умеют писать, грамметы не обучены, а то бы там было вообще написано очень много чего интересного. Итак, поэтому предлагаю вам все-таки, вот здесь очень хорошая мысль была о том, что давайте-ка все-таки мы перестанем дергаться, реагировать на какие-то посылы негативные, а объединяться. И мы должны все понять, что рассеяние достаточно обширно было. И много катаклизмов, если говоря современным языком, происходило на территории нашей большой. И много людей оказывалось в разных ситуациях, где так или иначе, может быть, что-то было утеряно, может быть, были какие-то нововведения, может быть, какие-то новые заповеди к ним приходили. И поэтому говорить, что только вот так и по-другому неправильно, это разговор несколько, скажем так, человека, не понимающего смысл самой жизни. Поэтому надо понимать, что и календарей было огромное количество, и заповедей древних тоже передавалось огромное количество. К каждому роду есть какие-то свои традиции, обычаи. И невозможно всех под одну гребенку причесать. У нас есть одна единая гребенка. Это наша генетическая связь. Мы все генетически близки друг к другу. Мы братья, братья и сестры. Давайте на этом строить наше общение, а не на том, чтобы искать какие-то противоречия. Потому что если мы будем искать противоречия, мы будем играть на стороне наших недружелюбных товарищей, которые нас пытаются все время растянуть в стороны, стравить между собой. А потом, наблюдая, как мы деремся друг с другом, поиметь то, что им необходимо было поиметь здесь, на нашей земле. Вот если вы это до сих пор не понимаете, я сочувствую вам. А если вы понимаете, давайте все-таки жить в мире. Давайте вместе будем строить тот славянский, русский мир, сверху о котором говорят постоянно и снизу говорят, что пора бы уже, пора. Где та великая Россия, грубо говоря, которая поднимет все славянские народы на новый уровень? А ее не будет, если вы будете драться между собой. Не будет этого ничего. Давайте все-таки забудем про Раскли и друг друга обнимем в братском таком объятии и скажем, ну вот, наконец-то мы все договорились и помнили, что да, у тебя может быть своя мама, у тебя может быть своя папа, но они все из наших родов, из древних. Ну тут можно еще добавить следующее. В современном мире сохранилась ведическая страна, которая называется Индия. В самой Индии существует больше тысячи календарей. Даже некоторые деревни в Индии живут согласно своему календарю. Не общему, а именно своему. При этом у них там несколько тысяч богов, но при этом никто между собой не враждует. Там присутствуют и представители так называемых мировых религий. И тоже никаких распри между ними нет на территории Индии. Никто не говорит, что наши боги лучше, ваши хуже. Все живут только одним. Все на благо того рода, в котором ты живешь. А роды уже там все на благо каски, в которой живешь. Вот. Простой пример в современном мире. То есть никто не тянет одеяло на себя и не говорит, что вот только их направление, допустим, в индуизме есть истина в последней инстанции. И их вера самая правильная. Нет. Каждый по-своему. В каждой деревне могут быть свои главные боги. Своё учение. Но при этом никто не пытается всех подогнать под одну гребёнку. Поэтому вот я всегда пытался занести. Люди вот спрашивают, а в чём заключается ваше учение? Я говорю, да нет у меня никакого учения. Понятие вот там многие говорят, вот учение Хидеевича или учение индуизма нету никакого учения. Есть старые знания, которые оставили наши предки. А здесь уже выбор людей. Принимают это они или не принимают. Хотят они следовать традиции или не хотят. Другого не дано. То есть никто никому ничего не навязывает. Но мы сейчас уже отошли всё-таки от книги. От темы книги. Как-то у нас так получается постоянно мы туда-сюда перебираем. пересекаются с книгой. Вот поэтому я и сказал. Хорошо. Давай дальше вопросы ещё почитаем, потому что вопросов много, а времени всё меньше и меньше. Виктор, Александр Юрьевич, здравие. В книге главный герой использует определённое состояние сознания, изменяемое состояние сознания. Можете подробнее об этом рассказать? И можете прокомментировать методику развития этого состояния сознания? Ожидаю продолжения. Читаю, чувствую, что это не просто художественное произведение, а руководство для познания как своего внутреннего мира, так и ключи для познания мироздания. Благодарю успехов и процветания. Ну, методики изменения сознания не всегда существовали. Кто-то их называет трансом, кто-то называет медитацией, кто-то изменением сознания. То есть названия разные, суть одна и та же. Даже когда человек просто расслабляется и уходит вглубь себя, он меняет свое сознание. Вот и все. А методик полно. Я никому ничего не рекомендую, потому что у каждого человека, абсолютно у каждого должна быть своя личная методика. А относительно что художественное произведение или руководство для познания, ну, это уже зависит от того, как читатель воспринимает то, что я пишу. В данном случае надо допомнить, что мы говорим о фантастическом все-таки жанре. Да. Так что это имейте тоже в виду. Но, как говорится, в каждой фантастике есть доля фантастики. Да. Велеславев, а почему имена американские у героев других планет? Какие американские? Не знаю, как написано, так и прочитал. Нет, ну, наверное, человек очень любит, как говорится, американское. Ничего американского нет. Потому что, допустим, два капитана, которые с ним, сначала один, Дарк, Конуэлл, потом появляется его брат, Ларк. Ну, славянские буквы, подставьте образы и получите имена. Причем тут какие-то американские. Я даже никогда не задумывался о том, что могут быть имена, похожие на американские. Ничего подобного. Ну, наверное, человек в «Звездных войн» насмотрелся. Там же Дарвейдер. Может быть, но я не имею права судить за нашу слушательность. Ну, это мнение чисто читателя. Но я сразу говорю, никаких американских имен, там, типа, Джон Смит, я не придумывал. А прикольненько бы было, да? Хорошо. Ладно, Валерий, здравия всем. Сколько ступеней в книге имеет ваша в глубину? Имеет ваша книга? Сколько ступеней в глубину имеет ваша книга? Как кто проникнет, все зависит от каждого читателя. Это то же самое, что и с рунами, да? Так, и вот тот самый вопрос, который мы ожидали с тобой. Велеславев, а что за знание в сундуке багажника машины? Из багажника машину уже в стадии схранилище этот сундук перемещен. И было сказано, что сундук откроется, когда у главного героя появится свободное время. То есть, когда он может спокойно сесть и вдумчиво заняться разбором подарка того, что находится в сундуке. Пока главного героя жизненасыщенная и ему не до этого сундука. Поэтому мне и в комментариях на самом издании все пишут, а что в сундуке? Я говорю, нехай стоит. А чтоб было, да? Да, чтоб было. Тем более многие там искают предположение, что там какие-то древние знания, предания. Но те, кто вот уже вторую книгу читает, там опять появляется в окружении главного героя Иван Демидович, его отец и прочее, который был одним из хранителей древних знаний. Поэтому пока до этой поры сундук будет стоять. То есть может во второй книге его откроют, может в третьей, может дальше. А пока он стоит и создает интригу. Как ружье, которое висит на стене, Оно обязательно выстрелит, но только в свое время. Так, хорошо. Людмила Другунова, благодарю отче за ответы и сердечно благодарен за труды. Прочла книгу на дом дыхания, получила огромный заряд тепла и энергии и множество моментов для обдумывания. И, конечно, ответы на многие вопросы, которые созрели. С нетерпением жду продолжения. Еще раз благодарю. Ну, а продолжение уже можно черновик читать там же на самом издате. Как я уже сказал, вторая книга. Она пишется и примерно раз в неделю, ну, по возможности, иногда бывает чаще, иногда дольше добавляется новая глава. Вот сегодня была выложена 21 глава второй книги. Так что читайте продолжение. И читая продолжение, там находят ответы на вопросы, которые у них были в первой книге. Ну, наверное, не только вопросы по книге, они находят ответы на вопросы по книге, а вопросы вообще более широкого плана. Но надо еще обратить внимание ваше, что все-таки на самом издате это не совсем чистовой вариант. Это то, что вот автор сейчас с пылу жару выдает. В книге будет все немножечко по-другому. Там будет кое-что причесано, кое-что может быть добавлено. Так что вот это вы имеете в виду. Нет, но добавлено там много. Как я уже говорил, в черновом варианте, если перевести это в книгу 528 страниц, а то, что ушло в издательство 600 страниц. Так что все равно лучше будет иметь на столе уже издание, нежели чем просто прочитать текст в том варианте. А то другому не мешает. И в черновике прочитать, а потом, как получилось, в черновике. Так, дальше. Сергей Курт. Вопрос в эфир. Здравия, Александр Георгиевич, полагаю, что многие образы и термины в книге взяты из других вед, в данное время не публикованных по понятным причинам. Система диалога с внешниками раскрыта в 21 главе «Возвращение». Довольно-таки объемный в виде диалога с чужими противодействия пси-излучению при помощи ТАРИ. Вопрос. Как в реальной жизни бороться против энергоинформационных закладок или операторов? Ну, как ведок сказал, на пренебрежение с этим наоборот. Некоторые говорят, создая вокруг себя атмосферу дружелюбия, и тогда вот эти все негативные, они будут от этой ауры дружелюбной отскакивать негативно. положительная энергия будет аннигилировать отрицательно. Ну, вполне такой обыденный ответ, ничего сложного в этом нет, просто живите позитивно, относитесь к миру хорошо, и мир к вам будет хорошо относиться. Что вы сеете, то вы пожинаете, как ксерекс, представьте ксерекс, подходите, положили маленький листочек и нажали кнопочку, он увеличил и выдал вам еще в большем количестве, не только по размерам, но и в объеме. И вот, что вы там напишете, то вы и получите в конечном итоге. Хорошо, давайте дальше. Ростислав, здравия желаю, странник из Сибири. Благодарю тебя за твое творчество. Продолжаю, после прочтения уже написанного поймал себя на мысли, что нет описания приспособлений, которые используются для устранения невесомости в кораблях, которые упоминаются в произведении. Благодарю. Ну, это естественно. Во-первых, корабли, еще в первой книге указано, используют в принципе гравитации и антигравитации. Поэтому никаких приспособлений как бы и не нужно. Более большие корабли, которые дальше упоминаются, они имеют очень большую массу, поэтому там тоже никакой невесомости нет. Лютобор. Вопрос в эфир. Здравия тебе, Александр Юрьевич. Планируется ли второе, исправленное, издание первой книги и когда ждать написания или выхода второй книги? Благодарю. Ну, вторая книга еще пишется. Как будет закончена, она сразу же пойдет к ректору, потом верстальщикам и к типографии. Потому что у меня договор с издательством не на одну книжку, а на серию книг. Поэтому исправленное в чистовом варианте, вот как тут говорится, первой книги, она уже в типографии. Я только что сказал, что там не 528, а 600 страниц. Даже в процессе верстки, чтобы не было растянутых или слишком дожатых строк некоторые предложения, сохраняя смысл, приходилось переделывать. Ну, думаю, ответил на вопрос. А вторая книга, закончу ее, все, отдам, а там уже от издательства и типографии зависят. Но не думаю, что они будут затягивать этот вопрос. Им же, как говорится, любая типография и издательства, они живут с чего? Продали и на эти деньги и сдали следующую. Вот и все. Понятно. Вопрос, который здесь уже писали, но еще раз Владимир Ка повторяет. Получается, в разумной развивающейся жизни всегда присутствует тяга к знаниям, ступеням, которых цивилизация идет в развитии все дальше и дальше и заходит так далеко, что со временем чезает из уже изученных и освоенных пространств, следуя за изучением новых. Ну, это естественно. Ну, во-первых, только я бы поменьше использовал слово цивилизация, потому что цивилизация произошла от слова цивильных, городской. Когда говорят цивилизации, это значит говорят о жизни городских, тех, кто живет в городах. Но у нас же не все живут в городах, кто-то живет в сельской местности. Это раз. Во-вторых, ну, допустим, я помню, когда был маленький, нас учили счета счету на счетных палочках. А сейчас детей учат счету на калькуляторе или там на смартфоне и прочее. То есть сейчас как бы счетными палочками никто для обучения счету не пользуется. Но оно же было определенное знание, как этим пользоваться. Я, когда обучался еще в школе, нам, допустим, показывали, как через алгоритм два столбика решать квадратные корни. Сейчас это не используется, потому что людям сказали, зачем вам это уметь, вот вам таблицы Брадиса. И те, кто уже обучался по таблицам Брадиса, они не умеют столбиком извлекать квадратные корни. А все уровни ступеней. Многие знания, которые были, считают, что оно уже не нужно, и прочее, прочее. Но в них же азы, и получается, что люди, получая знания, получают уже как бы их в виде готовых форм, блоков, но при этом нет основ, на которых они базировались. Вот примерно так. И давай уже в заключении последний вопрос прочитаю от Елены. Описание книги быстрого получения определенных знаний можно применять в нашей действительности? Почему же нет-то? Знания надо получать в любом виде. В любом. А они могут сейчас, многие говорят, ну, а зачем они сейчас? Их же никто не использует. Ну, пускай их даже никто не использует, но эти знания могут пригодиться даже не с часа, а через 5-10 лет. Я же, допустим, привожу всегда себя, например. Когда я еще в младенчестве и юношестве изучал ту же самую систему счета хорейской арифметики, я же не думал тогда о том, что когда я вырасту, мне пригодится эта система счета, чтобы рассчитать строение терема, чтобы он выдерживал любые нагрузки. А выраст пригодилась, вот вам и пример. Кто знает, что пригодится, так что набирайтесь знаний. Ну, что ж, здесь идут благодарственные те писания, Святогор Александру Юрьевичу низкий поклон, Андрей Александр Хиневич, мы тебя уважаем, сильное дело делаешь, очень радостно слышать Александра Юрьевича в прямом эфире, очень понравилась говор Ивана Демидовича, прямо на моего дедушку похож, как в детстве. Многие люди, которые мне вот писали на почту, и они все говорили, что у них либо бабушка, либо дедушка, либо кто-то там из пожилых родственников, именно говорили в том ключе, как Иван Демидович. То есть, что у них кто-то там на Дальнем Востоке, кто-то в Хакасии, кто-то в Красноярском крае, кто-то в Западной Сибири, но все говорили, что вот они жили в деревнях, многие переехали в город, но тот народный говор, он остался до сих пор. Ну, значит, попал, значит, попал. Я предлагаю тебе подвести итог сегодняшней передачи, что-либо нашим радиослушателям от себя доброе, вечное, красивое, сказать, чтобы душа развернулась. Ну, во-первых, не надо воспринимать все вот эти негативные высказывания, которые вы можете найти в интернете, там, в обиходе и прочем. Всегда старайтесь извлекать только положительное. Негатива и так в жизни хватает, зачем его еще было? Я могу сказать, что я пробежался по разным сайтам, где шло обсуждение книги. И обсуждали люди, говорят, я вот прочел четыре главы. Кто-то говорит, я дошел до шестой, просил. Но при этом они делают уже выводы глобальные о всей книге, о всем цикле, и при этом делают негативные. Ну, это их выборы, то есть они просто показывают свою неграмоту. А те, кто прорвался через разговор Ивана Демидовича и дошел дальше, те уже смотрят на мир совершенно другими глазами. И пускай у всех меньше будет негатива, а больше позитива. Хорошее пожелание. Так, здесь пишут благодарю, благодарю за эфир, благодарю за эфир, замечательно, благодарствую, благодарю за эфир, благостно слышите отча, благодарю всем вам добро, творческого успехов, благодарствую всех за эфир, всем добра и блага. Благодарю за ответы, еще раз здравия и удачи Александру Юрьевичу. Ну что ж, давайте уже я подведу свои точки зрения эфир. То, что появляется литература, пускай даже фантастическая, но, скажем так, в славянском направлении, это хороший сигнал, это хороший символ, это говорит о том, что находятся способы передачи информации, правильной, знаний, правильных, даже в тех условиях, когда находятся некоторые структуры, силы, люди, которым, ну, не нравится, когда что-то старинное, древнее, славянское появляется на свет. Это очень, очень меня радует. Несколько меня огорчает то, что люди иногда ведутся на какие-то вбросы и начинают между собой ругаться, начинают разбираться, а у кого более правильное правило, или у кого более сладкая сладость, или у кого более масляное масло, чья мама или папа лучше, перестаньте, друзья мои, этим заниматься. Это детский сад, что он на лямках, это лепит незаслуживающее уважение, не нужно этим заниматься, не то время. Каждый, кто занимается этим, должен понимать, он им ли не смышленыш какой-то, которого за нос водят, или это человек, который занимается элементарной провокацией. Нам это нужно? Я думаю, что нам это не нужно. Сейчас то время, когда пора объединяться, объединяться не на каком-то определенном учении, а объединяться на генетической основе, объединяться на каких-то своих старых знаниях, не в ущерб кому-то и не против кого-то, а просто потому, что пришло время, когда мы все славяне, начнем осознавать, что мы друзья и братья, и только таким образом мы сможем вытащить весь этот мир из той дряни, которая сейчас здесь в этом мире сгустилась. Еще раз говорю, мы не против кого-то, мы за то, чтобы здесь был порядок хороший и добрый, без угнетения, без мрака, без гадости, чтобы все было по совести в аду с природой, как завещали наши великомудрые предки. И заключение одна из заповедей завершайте свои споры между родами вашими, братским миром, обитвы с ворогом, победным пиром. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, друже ваш. На семье с вами прощаюсь, желаю всего самого-самого доброго. С вами было Народное Славянское Радио. До новых встреч, услышимся. Народное Славянское Радио Для пытливых умов Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...